В музее Аркадия Александровича Пластова открылись сразу две новых выставки. Экспозиция Аркадия Пластова «Искусство плаката» интересна тем, что открывает неизвестную страницу творчества народного художника и объясняет многие его последующие работы. Но плакат для Пластова, как известно с его же слов, был прежде всего средством для зарабатывания денег. Он посвятил ему несколько первых лет 30-х годов, особенно после пожара 31-го года, когда у человека все сгорело в возрасте 38 лет. Это было крайне бедственное положение, и плакат его выручал в тех порах. В то же время при помощи плаката Аркадий Александрович оттачивал свое мастерство, и форму плакатных решений он применял в дальнейшем в станковой живописи в больших полотнах. Ознакомительную информацию для двух выставок подготовила искусствовед Татьяна Юрьевна Пластова, жена Николая Николаевича. Пластов начинает заниматься плакатом. А в плакате в это время работают просто звезды, начиная с Маяковского, Лисицкого, Дени, Мора и так далее. И что такое плакат? Плакат – это средство коммуникации. Неграмотная страна, огромное количество крестьян вливается в город, становится, так сказать, рабочими. Своими впечатлениями от выставки Пластова поделился лауреат Пластовской премии, директор Государственного музея памятника Исаакиевский собор Юрий Мудров. И, конечно, безусловно, Аркадий Александрович – величайший художник 20-го столетия. И плюс хочу сказать о том, что мастер мирового уровня, вот я вчера видел один из его крестьянских портретов, это просто фантестика. Знаете, это Франц Хальс, Рембрандт, не меньше. Поэтому говорить о Пластовской осени можно очень много и только в положительном ключе. Еще одна выставка художника Юрия Панцирева, вновь открывшаяся в стенах музея, является как бы продолжением Пластовской темы. На ней мы можем увидеть необыкновенно красивый портрет Елены Николаевны Хладилиной Пластовой. Невестки Аркадия Александровича Пластова тоже художницы. А когда смотришь на картину, где нянька семьи Пластовых Екатерина Васильевна Шарымова готовит пироги, ощущаешь аромат выпечки. Такая точная передача не случайна. Юрий Николаевич уже полвека является хорошим другом Николая Николаевича и его семьи. Я свою семью, Пластовых семью, всегда писал картины на этот счет, потому что мы все вместе же с Пластовыми работали, пахали, картошку сажали, выкапывали с нянькой вилами в грязи. Так что это все было, мы обычной жизнью жили. В общем, все это дало материалы для картин. Обе выставки будут работать месяц. Посетить их можно небольшими группами с учетом ограниченного доступа. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Оллправда ТВ.